Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Шафтим. И давайте разберем такие слова. Бесхитростным будь пред Господом Богом твоим. Слова нашей недельной главы. А как это бесхитростным? Мы знаем, что если в Торе где-то что-то мы хотим узнать, сущность явления, где в Торе упоминается первый раз? Где первый раз о бесхитростности говорится в Торе? Написано про нашего праотца Якова. Яков был человеком простым, сидящим в шатрах. Слушайте, но Тора не показывает нам Якова таким уж наивным. Более того, он победил самого Лавана в конце концов. Это сейчас считаю, что бесхитростный это недалекий человек. На самом деле все совершенно иначе. Знание, вообще значение слова бесхитростный в Торе это полностью другое. Кстати, вот внука знаменитого Раши, Якова, мы знаем, как Рабейну там, там прямой. Бесхитростным это последовательный, непрерывный. Нельзя вот так, тут верю, тут не верю. Так не бывает. Нельзя, значит нельзя. Быть бесхитростным пред Богом, это значит не искать лазеек, выходящих за пределы какого-то дозволенного. И не умничать перед Богом, который знает не только твои мысли, но и даже подсознание. Поэтому еще очень понятно и важно, чтобы слово бесхитростный вкладывает в себя умение доверять Всевышнему. Это только кажется, что хитрость принесет результат. Написано, когда Бог предложил разным народам мира Тору, они спросили, что там написано. А евреи что сказали? Давай, исполним и послушаем. Где здесь бесхитростность? Казалось бы, что вот, проиграли, а вдруг там не то написано. Но все это повернулось совсем другой стороной. Сказал Рава в объяснении этого другое. Мы следуем прямым путем, потому что написано, ведет прямых, прямодушных простота. А те, кто ходят извращенными разными путями, тоже написано, погубят вероломство их и порочность. То есть, вы знаете, я вот видел много людей, которые опираясь на огромные деньги, на власть, пытались соревноваться с Богом. Ну, результат мы все знаем. Надо не бояться нового, не страшиться изменений. В этом суть вот, как бы, прямого восприятия мира. Сказали мудрецы, когда человек теряет умение увидеть новое, когда он цепляется за вчерашний день, его жизнь отравлена с надобием смерти. Люди иногда решаются даром вот естественного восприятия мира. Любой даже хороший поступок вызывает у них размышления о том, а что, за улыбкой видят какой-то нехороший замысел, коварный. Вот предполагает в действиях людей всегда что-то только отрицательное. На протяжении жизни мы часто убеждаемся в том, что мир действительно сложный. Особенно тяжело тем, кто обжегся, кто кому-то поверил, что-то его обманули. Вот теперь он говорит, что да, весь мир такой. Но это не так. Если они делают вывод, что весь мир одинаковый, что все люди одинаковые, что он негативен по сути своей, они опять же пьют вот эту настойку смерти, как говорят мудрецы. Надо сохранять в себе ребенка. Надо не убивать в себе непосредственное восприятие, а лелеять его. Кажущаяся простота – это эликсир жизни. Вот да, ребенок, когда, например, слышит первый раз, когда трубят шафар, ему объясняют какая-то великая вещь. Он проникается трепетом. А взрослый, он уже трепета не чувствует. Он же, ну, смотрит там, правильно продудели? Все верно там по галахе. Но это уже для него какая-то рутина. Очень интересную вещь сказал Раф Штанзальц. Обычно талант простоты у нас просыпается, когда мы грешим. Когда человек грешит, он редко сидит и думает, вот какой именно пункт я нарушаю, как это все. Нет, он с удовольствием и целиком отдается вот этому нарушению. И нам надо, сказал он, молиться способности подобным же образом, всецело, без всяких задних мыслей. Посвятить себя чему, когда мы положительным заповедям, служению какому-то. То есть, чтобы мы вот так же прямолинейно и бесхитростно делали хорошие вещи, как иногда нарушаем. Бесхитростным будь пред Богом твоим. Многие думают, что не подобает солидному человеку там просто так уж реагировать, быть бесхитростным. Это, знаете, солидности такое нарушает. Это не так. Это совсем не так. Простота это и есть, вот, как бы сказать, если мы сохраним простоту в своей жизни, такую бесхитростность, то мы будем ближе к тому, кто предупредил нас в своей торе о том, что бесхитростным будет пред Богом своим. Это мы выполним то, что тот, кто знает. Есть 131-й псалом в Тихилиме. Он учит нас именно этому, что он говорит, душа моя, как младенец в руках матери. И должен человек, написано, даже самый почтенный, даже самый мудрый, даже достигший каких-то лет, должен научиться представлять собой, особенно когда он в молитве или обращается к Богу, как младенец только что, вот, на этой груди матери. Людям кажется, что бесхитростные проигрывают. Это абсолютно не так. Наоборот, будь проще, как говорят в народе, люди к тебе потянутся. А если серьезно, нам говорит создатель мира, да, что бесхитростность на пользу, и мы не можем в этом сомневаться. Значит, так оно и есть. Брахава от слаха, бесхитростным будь пред Богом твоим. Каждый понимает, что это такое, если очень захочете.